Мы пришли в буфет Нинси, он находится на 2-й улице Джамтьена. Пришли мы вот отсюда, откуда едет автомобиль. Доехали на обычном тук-туке, который ходит по Джамтьену до 14-й Суи и пришли сюда, на 2-ю улицу. Буфет называется Нинси, открыт в апреле этого года. Правда, когда была промо, цена 169 баксов, сейчас 199 баксов, а если си-фуд, 399 баксов человеку. Пойдем посмотрим, что едет. Это у нас варятся уже креветки. Тут какие-то остатки, или наоборот, не остатки, а то, что наложено в тарелке, но еще пока не съедено и не едено. А тут я уже и с кокосовым мороженым, и со сладостями. Но сейчас посмотрим, что там есть. Значит, здесь шведский стол. Оплата вот в этом месте на ресепшене. Буфет ниндзя. Так, вот разные услуги, которые тут дополнительно предоставляются. И пошли. Здесь находится кокосовое мороженое. Уже тут опустошенные какие-то ящики, коробочки. Вот из этого набирали мы. Барбетю делать или варить тоже? Барбетю. А за чем? Ну, тарелка эта, наверное, убирается и варится. Мороженое можно накладывать в вазочке. Вот такие и в вафельные стаканчики. Здесь напитки. Ну, все это за дополнительную плату. Тут же и бальзамы продаются. Так, тарелки. Куда накладывается. Так, палочки. Переворачивать что-либо. Корзиночки для отходов, для мусора. Здесь сладости находятся. Различные соусы. Вот в каких огромных кастрюлях. Специи. И вот то, что представлено картопой фри. Крылышки. В общем, верхняя часть крылышек. Не знаю, в сухариках или в чем-то. Во фритюре в каком-то. Салат из свежих овощей. Здесь зеленая лапша. Здесь капуста. Квашеная, видимо. И, не знаю, или соевое что-то. Так, рис, вермишель, сосиски. Там, не знаю, что. По-моему, блины в рисовой. Из рисовой бумаги. Что такое вот приклюснутая, не знаю. Так, ну а здесь можно посмотреть, что для супа можно использовать. Это стеклянная лапша. И помея, понятия не имею, как ее едят, но в суп мы обязательно добавим. Для приготовления салатов или для добавления в суп. А может быть и в барбетю. Салат, латву, капуста. Лук зеленый и кинза, по-моему, здесь с петрушкой. Это початки кукурузы. Да, здесь же вешенки. Грибы как раз вот девушка набирает. И черные грибы чуть дальше. Черные грибы древесные. Сейчас накладывать будут крабовые палочки. Здесь рыба, порезанная кусочками в маринаде. Креветки во льду. Молюсти различные. Медуза ни разу такого не пробовала. Посмотрим, что это такое. Маринованный кальмар. Сало. Такими кусками. Не знаю, кто его ест. Свинина. Наверное, это печень. Предполагаю, что значит пузыря. Не знаю. Так, а это свиное сердце. Взяли немножко и будем пробовать. Так, здесь свинина. Полосатый. Свинина. Свинина такая с прослойками сала. Здесь маринованная в вине. Свинина. То есть, это маринады приготовленные. Свинина. В травяном каком-то соусе. В меду свинина с кунжутом. А это тоже, видимо, другая коста с медом. Полосатая такая. Здесь ниндзя свинина. Ну, видимо, какое-то фирменное приготовление маринада. Посмотрим, что дальше. Так, ну, тут свинина тоже есть. А здесь ракушки. Так, корова-тишечник. Не знаю, что это такое. Может быть, на самом деле что-то такое. Так, говядина. Наверное, какие-то внутренности обработанные. Так. Свинина кишки. Печень свиная. Значит, да, не была печень. То есть, было что-то на самом деле другое. Маринованная курица. Свиной фарш. Наверное, люля-кебаб готовить кальмары. Меленькие. Здесь не креветки, здесь рыба. Креветки здесь находятся. Так, вот еще кальмары большие. Возьмем, пожарим их, безусловно. Так, тофу и яйцо. В каких-то пакетиках выдавливаются эти пакетики или разрываются колбаса или сосиски из курицы. Рыбные шарики. И прикабельки с большим количеством специй и разных овощей перемолотые. Отраповая палочка. Яйца перепелиные. Отсвечивает лампа. Кто такой амарфофалус? Я не знаю. Съедобно это или нет, не знаю. Так, ну это, видимо, лапша какая-то. Так, различные. Ветчина и колбаса. Разная. Так, какой-то ямс. А, это уже фрукты пошли. Так, вот это вот джекфрут. Распотрошенные уже. Ананасы, арбузы. А это салат-бар. Тут вот еще и лапша такая есть. Так, латук, просто салат. Разные пекурусы. Здесь тимчи, огурцы, помидоры. Капуста с морковью. Капуста краснокочальная и белая. Лук. О, тут еще и крупень должен быть в сумасшеде. Так, ну и какой-то картофельный салат. Не знаю уж, насколько он картофель. Попробуем. Так, ну а теперь... Вон у нас мужчины там намешивают, наваривают. Сейчас посмотрим, что там происходит. Так, процесс идет. Тут еще и мясо варится сверху. Или что оно делает? Жарится. Жарится. По-моему, оно парится. Ну, посмотрим, что получится. А как мясо придется на мангале, на это мы делаем? Ну, наверное, эта кастрюля снимается и дается какая-то барбетюшка или что-то. Ну, значит, тогда, когда вода уберется... Ну, он там видит. Ну, сейчас понахальничаем и пойдем посмотрим, как у других процессы идут. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас жарится каким образом? Там, когда вода выпарилась, и вот сверху что-то жарится, как барбетю, или как это происходит? Вот сюда варить. Вы приложите, чтобы варить. Ну, вот у нас уже там варится. А наверху... Сало ложится. Куточек сала обязательно для того, чтобы смазать поверхность, для того, чтобы у вас все жарилось на саве, как в жире. Кандону, на сковородочке даже. Все ясно. А потом, когда вы будете жарить, жарите, а потом переборить, поезжайте. Да, обязательно куточки сала, когда оно уже обжарится. Понятно, я еще и думаю, для чего такие огромные кусти? Обязательно. Сало кладется сверху, сначала забивает в кастрюлю, сначала все смазывается, а потом уже все накладывается и обжаривает. Спасибо за инструкцию. Сало берет, смазывает и прямо. Да, нам что-то пожаловать. Спасибо. Удачи, мы получим. Вот, у нас это первый опыт такого приготовления. Мне понравилось. Мне нравится. Хорошо. Мне нравится. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Вам тоже. Так, сало там не просто так, сало надо положить сверху. Пошла я это делать.